Армянские политики всегда отличались умением вызвать слезу у мирового сообщества мифом о самом многострадальном народе в мире. Именно благодаря этому на протяжении уже многих лет любая армянская сказка находит поддержку у сердобольных любителей ужастиков. Теперь, когда закончилась Вторая Карабахская война и практически окончился конфликт, ереванские политики используют любую представившуюся возможность, чтобы попытаться вызвать жалость у мировой общественности в попытках вернуть себе утраченный имидж страдальца. Как говорится, дави на жалость. Это излюбленная и проверенная фишка армян. Несмотря на то, что долгое время Армения оккупировала азербайджанские территории, в результате чего около одного миллиона азербайджанцев стали беженцами, благодаря зарубежным армянским друзьям, мировое сообщество как-то просто не замечало этого. Как ни странно, но роль ястреба в армянской политической жизни играет кандидат на роль армянского бисмарка, омбудсмен Арман Татоэн, который по роду своей деятельности должен вроде заниматься проблемами прав человека в Армении. Этот птенец гнезда Сороса, за счет которого получил образование за океаном в одном из американских университетов, забыв о своей основной работе, целыми днями занимается лишь тем, что угрожает Азербайджану и Турции, размахивая руками, надеясь стать следующим спасителем Отечества. Все ему не по душе, ни прекращение огня, ни предстоящие возможные открытия коммуникаций, ни возвращение территорий. Везде он видит проблему и угрозу для будущего армянской нации. Запамятовав, что он омбудсмен Армении, и пытается нагло лезть в дела Карабахского региона Азербайджана. Последнее выступление Татоэна вообще наводит на мысль о ментальных проблемах его здоровья. Он требует отказаться от надписей и указателей на азербайджанском языке на приграничной азербайджанской территории. Сей защитник прав человека совсем потерял свой разум, наверное полагая, что своей наглостью он сумеет добиться восхождения на армянский политический олимп. Омбудсмен, то бишь уполномоченный по правам человека Армении, Арман Татаян, на днях написал на своей странице в Facebook, поспешный процесс разграничения между Арменией и Азербайджаном не способствует мирному сосуществованию народов, а наоборот вызывает ненависть между ними. Продолжив, омбудсмен Армении сказал, нарушаются законные интересы, имущественные и хозяйственные права, жителей приграничных районов Армении, люди лишаются имущества и крова. Процесс разграничения также несет серьезную угрозу жизни и достоинству жителей. Хочется спросить, а где Татаян был, когда на протяжении 30 лет нарушались права на жизнь и имущество, а также достойное человеческое существование одного миллиона граждан Азербайджана, превращенных в беженцев и вынужденных переселенцев из-за агрессии его страны. Ах да, Татаян в этом не виновен, он тогда учился в школе. Но виноват он все же в одном, в отсутствии совести и чувства одинаковой справедливости ко всем людям, независимо от того, азербайджанцы они или армяне. Что же касается демаркации границ, то этот процесс будет продолжен и успешно завершен. В интересах обеих республик, независимо от того, будут для этого строить козни и вставлять палки в колеса, чиновники из соседнего государства или нет.